Всем привет! Вас приветствует канал Помощник на кухне. С вами сегодня Маруся. И у нас сегодня необычное видео. Покажу, почему у нас так много пакетов и весы, я сейчас объясню. Мы сегодня съездили за закупкой мясной продукции, то есть мясо, сало, косточки на суп, обрез для кошечек, собачек и так далее, короче. И также рыбу. Ну, ездили закупаться, короче. У нас здесь холодная комната, очень холодная. Здесь у нас почти что морозильник, поэтому всё хранится будет именно здесь. Закупаемся мы почему в таком количестве? Потому что по времени у нас просто нет возможности ходить в магазин и ездить куда-то, покупать по килограммчику мяса или там по килограммчику сала. Мы закупаем оптом, всё это перерабатываем и, соответственно, у нас на небольшое время, месяц-два есть мясная рыбная продукция. Ну, давайте приступим. Вот купили мы, значит, по рыбе. Сначала начнём. Рыба. Вот у меня сейчас на весах лежит скумбрия. Скумбрию взяли 2 килограмма. Почему взвешиваю? Потому что, знаете, как говорят, на рынке два дурака. Один покупает, другой продаёт. Пытаюсь понять, насколько меня нае. Я не к тому, что, а просто хочу более понятно понимать, сколько у меня весовка. Так, вот скумбрия. По ценам скажу так. Цены, да, отличаются от некоторых магазинных. Но мы покупали, покупаем в том месте, где доверяем. Во-первых, продукция не перемороженная, это я точно знаю, потому и покупают. Там пусть она будет немного подороже. Но я знаю, что я покупаю хорошие. Вот скумбрия, 198 рублей в килограмм. Хорошая крупненькая скумбрия. Довольно-таки такие рыбёхи хорошие. На засолку, может даже что-нибудь приготовим. Это скумбрия. Вот это купила в светофоре, не на рынке. Увидела сельдь. Написано сельдь. Стоит 85,50 за килограмм. Сначала не было ещё за сельдь. Маленькая такая, может быть, килька какая-то. А это беломорская селёдка. Она такая есть некрупная, беломорская. Да, беломорская, она идёт, знаете, где, из Карелии. Конечно, муж не хотел покупать. Говорит, что-то она мне не нравится. Я говорю, да нормальная. Мы её и посолим, можно её и пожарить. Вот взяла на пробу. Первый раз вижу. Между прочим, у нас в продаже. Я вот в светофоре увидела. Взяла на пробу. По цене я вам сказала, она стоит 85 рублей килограмм. Это селёдка. Здесь по весу... Ой, вру. Уберу. Здесь ещё килька была солёная. Там мы себе на перекус взяли. 5 килограмм селёдки покупала. Ну, вот видите. Но она немножко побольше там была. Да, где-то 500,5 килограмм. Она мне говорила, что чуть-чуть побольше. Всё правильно. 5,5 килограмм селёдки. Почему селёдку? Ну, это наша рыба. Мы её просто любим. Мы её солим. И у нас должна она быть почти что всегда солёная. Поэтому взяла 5 килограмм, чтобы закончилось. Посолили. Опять кушаем. Селёдка. Можешь показать. Вот она хорошая. Мурманская селёдка. Очень жирненькая. Я знаю, что она не перемороженная. Поэтому этих людей покупаю всегда. Рыбка хорошая прямо. Беру некрупную. Почему? Потому что чем крупнее рыба, это мальчики в основном. Они не очень вкусные, девочки. Вкусные. Так. Теперь по мясу. Это по рыбе. По рыбе сразу говорю. Хотели ещё взять гамбалы. Гамбалы то, что я беру, нету. Хотели взять мойву. Я ужаснулась от цены, ребята. Я упала. Это цена. 290 рублей за мойву. Извините меня, горбуши дешевле стоят 2 раза. Мы были в шоке. 290 рублей какая-то мойва. Да я её покупать не буду. Я лучше селёдки куплю. На тот случай. Мойва 290 рублей. Ну смех смехом. Хотела, конечно, ещё морской окунь купить. Причём ехала в светофор именно за ним. Именно в светофоре я покупала морскую окунь. Довольно-таки дёшево. Сейчас не буду врать. Около 200 рублей. Может 190, может 180 рублей. Так он, где мы покупаем, дорогой. 300 рублей. Поэтому не стала брать. Пока отложили на потом. Ну а так я покупаю, конечно, морской окунь. Камбалу. Это вот из рыбных. В большом количестве я имею в виду покупаю. Ну и теперь мясо. Мясо. С мясом такая песня. Я вот даже сейчас буду взвешивать и проверять. Вот это вот, сейчас я открою. Это мясная обрезь. Там идёт различная обрезь с мясом, с жирком и так далее. Она хорошая. Её можно даже пустить на фаршик или там ещё куда-то. Но это куплено для животных. Я буду делать тушёнку для животных. По цене это мне обошлось. Сейчас я скажу. Так, это у нас 4,40. Сейчас я сравню со стоимостью. Больше она у меня на 300 рублей. И тут у нас сколько? 4,5 килограмма. Это сколько получается, если на 30 разделить? Проще говоря. Возьмём по 70 рублей. По-моему, она мне отдала по 70 рублей. Если 70 умножить на 4, это как раз и получается примерно в пределах 300 рублей. Потому что чуть-чуть больше получалось. И она мне говорит, за 300 рублей отдам. Ну, так и есть это. По 70 рублей обрезь. Всё нормально. С весовкой нормально. Обрезь очень хорошая. Можно даже и самим кушать. Но это бралось для кошечек-собачек. Делать будем тушёнку для них. Так, это как бы в довесок нам дали косточки. Ну, тут хорошие очень косточки. Они на суп пойдут буквально в довесок просто. Ну, они хорошие мясные косточки. Они пошли по цене. Это я не скажу сколько, потому что нам считали вместе. Так, сколько тут вес? Сейчас скажу тогда. Почти 3 килограмма. Ну, так и будет. По 70 рублей она мне их отдала. Ну, так и ездит. По 70 рублей. И вместе ещё мы взяли для собачек. Для собачек косточки. Там вышло на 60 рублей. Это где-то в пределах у меня вышло 250 рублей. Всё. Это косточки на суп. Хорошие прям косточки такие. И вот это вот. Вот это вот 2 килограмма. Ну, тут косточки с обрезью и так далее. Для собачки. За 30 рублей, короче. Вот это вот. Хорошие. Ну, собачке хорошо будет. Я думаю. А мы... Вот, смотрите, поедем косточки тоже. А то я так посыплю. Пока косточки очень хорошие. Тут хребтинка. Да что? Доступы вообще замечательные. Это по косточкам. Так. Это грудинка. Да, это грудинка. Два кусочка грудинки. Два кусочка грудинки. Это наш производитель. Это мясо частников. Грудинку нам отдали по 240 рублей за килограмм. То есть вот тут вот. Ну, ее нам тоже там в общей сумме посчитали, короче. За все. Там еще скидечку сделали. Ну, по 240 рублей отдали вот грудинку. Такая мясная, хорошая. Прям тут с ребрышками. Ребрышки. То есть можно спокойные ребрышки сделать на мясе. Даже еще обрезать. Это грудинка. Так. Здесь у нас. Душе у нас. Душе у нас. Душе у нас. Хорошая рисовочка. Тут у нас идет вот такие кусочки мяса. Мы взяли их для фарша. Ну, немножко с косточкой. Там немного тут буквально косточки. Это для фаршиков. С ним сюда еще пошло кусочек вот такой тазобедренный. С мякотью. Вес 4,700. Здесь и он, по-моему, не соврать бы, тоже нам там скидку сделали. Короче, что-то 240 рублей, по-моему, за все это, за килограмм все это идет. Так, здесь, здесь, здесь тоже кусочек такой. Так, это лопатка. Или то лопатка. Короче, одна из них тазобедренный, другая лопатка. Тоже вот тут приличный вес. Тоже хорошее мяско. И небольшая косточка. Вот такой кусочек. А это уже сало. Это святое. Сало, это святое. Сало вот такое, не очень такое увесистое. Ну, в смысле, толстенькое. Ну, и, собственно говоря, нам толстенькое не надо. Вот оно, в пакете. Вот такое хорошее сало. Для пасола это я беру на засол. Сало пойдет. Будем солить оно с кожицей. Кожицей хорошей, такая чистенькая. Вот. Это для засола. Буду солить в луковой шелухе. Это, может, сниму даже. Сало в нашем доме, это важно. Даже сказали, мало взяли. Надо было брать больше. Сало. Что по салу? Сало по 200 рублей. Но нам отдали за 180. Так как мы взяли все оставшееся. А так, сало 200 рублей. Ну, нормально. И, что заинтересно, каждый год приезжаем. Мало сала. В этот раз прям очень много. Почему-то сало. Здесь. Здесь у нас. Здесь у нас. Так. А, здесь у нас. Здесь у нас. Это. Хорошие такие кусочки мясные. Они вот такие хорошие мясные кусочки. Все. Идут. Вот такие вот неплохие кусочки. Это для фарша. Это для фарша. Ну, тут еще вот прям хороший кусок. Это тоже все мясное. Кусочки для фарша. Специально для фарша взяли. Это вот на 5,5 килограмм. По 240 рублей. Ну, тоже там скидку сделали. Ну, короче, по 240 рублей. А это последний кусочек сала забрали на топление, на жир. Это отдали по 100 рублей. Сейчас покажу. Вот. Вот это. Это мы в одном месте взяли по 100 рублей. У них просто уже все закончилось. Поэтому последний забрали. А это в другом месте взяли. Они отдали нам вот все, сколько у них было, по 80 рублей. Это сало пойдет на растопку. Ну, то есть на жирок. Будем делать вот такой вот жир топленый. То есть на смалец. Почему? Потому что я предпочитаю жарить все на смальце, чем на растительном масле. И для меня это палочка-выручалочка. Вот в момент, когда зима, я его натапливаю. Он у меня здесь стоит. Его тут много. Он никуда не девается, не пропадает. То есть натопили. У вас всегда и летом даже будет погреб опустили. Ну, вещь замечательная. Вот. Это все, значит, по мясу, по рыбе. В сумме сейчас скажу, сколько вышло. Все это у нас вышло чуть больше 6 тысяч. Вот это все. То есть сало, мясо, рыба, плюс дополнительно косточки-образь для скотины. Вышло все на 6 тысяч. Это примерно нам хватит на несколько месяцев. Ну, тут видите, как сало на растопочку пойдет, на жирок. Сало на засолочку пойдет. Мясо мы разделим. Часть на гуляш, часть на фарш уйдет. Что-то я сделаю тушеночку свою. Тоже люблю свою тушеночку. Кошачьи обрезь будем варить. Тоже тушенку для кошек. Вот. Ну, а косточки, соответственно, это уже на супчик пойдут. И собачки там еще косточки. Вот. А с рыбкой селедочку будем солить. С комбри будем солить. Вот такая небольшая закупка у нас мясных, рыбных продуктов. Конечно, хотели бы немножко другие продукты еще купить. И мясные, и рыбные. Но это уж в следующий раз планируем. Там купим на холодец ножки. Туда-сюда. Это все по-боже маленькое. И рыбу еще дополнительно. Возьмем окуня, камбалы. Ну, короче, вот так вот. Так что вот. Кому интересно, можете задать вопросы. Кому не интересно, можете не смотреть. Так что, конечно, тем, кто не ест мясо, сало, это не для них видео. Вот. Так вот. Такая закупочка. Не забывайте к нам подписываться. Ставить лайки. Писать комментарии. Будем снимать для вас видео. Будем делиться теми обзорчиками. И сейчас мы пошли делать еще один обзорчик. Всем пока. Продолжение следует.